Доброе утро! Желаем бодрого и продуктивного дня всем жителям и гостям нашей республики. Впереди много интересной информации. С вами программа «Народное утро» на телеканале НТМ. Не переключайтесь! Изабель Альенде – суперзвезда латиноамериканской литературы, одна из самых знаменитых женщин Южной Америки, обладательница многочисленных литературных премий. Автор книг, переведенных на десятки языков и выходящих суммарными тиражами, которые неуклонно приближаются к ста миллионам экземпляров. Новый роман Альенде, вдохновленный жизнью ее матери, распахивается гигантской многоцветной панорамой. Перед нами история страстной и сильной женщины, умеющей смеяться, несмотря ни на что. Героини поистине эпической. В начале этого текста – эпидемия испанского гриппа. В конце – эпидемия коронавируса. А между ними разворачивается долгая жизнь Виолетты. Ее сто лет без одиночества. В этой жизни будет процветание и бедность, головокружительные любови и убийственные разочарования, страшные утраты и ошеломляющие восторги, рождение нового, неотвратимость, смерть и неизбежная мудрость. 20 век, Великая депрессия, войны, взлеты и падения тиранов, борьба за права женщин наложат отпечаток на судьбу Виолетты. Родившаяся однажды ночью во время бури, она проживет бурную жизнь до самого дна. От первой до последней минуты, от пандемии и до пандемии. Частная жизнь отдельного человека превращается у Альенды в грандиозную сагу. Она вселяет надежду, когда надежды истощаются. Вдохновляет, когда без вдохновения трудно двигаться дальше. Предлагаемое издание впервые публикуется на русском языке. Джонатан Леви – единственный навык, который имеет значение. В постоянно меняющемся мире нужно быстро подстраиваться под новые требования. И не важно, какие знания необходимы сегодня. Если есть умение учиться, вы всегда будете востребованы. Станьте суперобучаемым, и тогда вам будут по плечу любые вызовы. Книга Джонатана Леви – сборник эффективных техник по скорочтению, развитию памяти и повышению работоспособности. Она поможет раскрыть естественные способности мозга и превратит обучение в легкое и увлекательное приключение. Методика суперобучения даст возможность накапливать знания быстрее, чем вы могли бы себе даже представить. Вы будете способны обучаться всему, чему только пожелаете, за очень короткое время. Найдете здесь массу рабочих методик, в том числе и авторских. А также подробный план самообучения, который приведен в конце текста. Но главное, стоит никогда не забывать, что полученные навыки, какими бы замечательными они ни были, оттачивать нужно постоянно и всю свою жизнь. Лорет Энн Уайт – тайна пациента. Лили – уважаемый психотерапевт, жена и мать. Ее жизнь кажется образцовой, но она, как никто другой знает, у каждого есть неприглядные секреты. Стоит лишь послушать ее пациентов. Когда в город приезжает раскованная Арвен и ее 16-летний сын, секреты местных жителей в одночасье оказываются под угрозой. Потому что Арвен знает многих своих соседей гораздо лучше, чем они предполагают. И тут случается убийство. Все к этому шло. Подозреваемых несколько. А Лили в эпицентре событий. Она знает многое, слишком многое. И скрывает не меньшее того. Новый психологический триллер от Лорен Энн Уайт для истинных поклонников жанра. Повествование основано на реальных событиях. Описанное в книге «Преступления» в действительности потрясло когда-то всю Канаду своей жестокой абсурдностью. Среди главных персонажей – профессиональные психотерапевты. Мы погрузимся в самую суть человеческого разума и узнаем, что толкает людей на совершение преступлений. Внешне благообразная семья и спокойный город. За этим всегда что-то скрывается. Втайне пациента эта тема обыгрывается по-настоящему мрачно, но эффектно. У Лорен Энн Уайт миллионы поклонников по всему миру. Ее книги не раз получали жанровые литературные премии и положительные оценки критиков. И это заслужено. Весна в самом разгаре в садах и огородах начался сезон высаживания рассады. А качественные саженцы – это залог хорошего урожая. Мы приехали на центральный рынок города. Сейчас узнаем, что пользуется популярностью у дачников и огородников. Как правильно выбрать нужное и по каким ценам. Попадаешь будто в оранжерею. Вокруг все яркое, красивое, много цветов, будущих овощей, а главное – приятная обстановка. Выращиваем мы, как говорится, от А до Я то, что востребовано у нас на потребительском рынке. Богатый ассортимент цветов, начиная от однолетников до многолетников. Комнатные цветы тоже разнообразные. То, что востребовано на нашем рынке, в нашей Мордовии. Самым большим спросом пользуются это петунии, конечно. И цветовая гамма мы стараемся подобрать на, как говорится, любой вкус. Пользуются большим спросом ампельные петунии, простые петунии. Есть также еще махровые. Тоже их пользуются. Также, кроме цветов, у нас большой ассортимент овощной рассады. Это и капуста вся, начиная от ранней и кончая брокколи, пекинской разной рассады. Помидоры, перцы, баклажаны, огурцы, тыквы, кабачки. То есть весь ассортимент огородной рассады. Опытный дачник по внешнему виду сразу определит качественную рассаду. А вот для новичка это может поначалу показаться проблематичным. Рассада должна быть неизовядшая, со здоровыми листочками. И главное, чтобы была хорошая корневая система. Это считается закрытой корневой системой. Но бывает, когда мы продаем в открытой корневой системе. Это уже просто, как говорится, так больше мы продаем капусту, когда идет уже массовая ее покупка. Также вот, пожалуйста, рассада астры. Тоже вы видите, она. Каждая идет в отдельном горшочке, тоже с хорошей корневой системой. Каждый покупатель выбирает то, что им надо. Кто-то любит побольше рассаду, чтобы она была по кусте, кто-то поменьше. Мы всегда рекомендуем, что брать большую рассаду, ну, ее нежелательно, она как бы тяжелее приживается, чем чуть поменьше. То есть должно быть что-то среднее. Что касается цен на продукцию, по сравнению с прошлым годом, они немного возросли. К примеру, семена капусты можно приобрести за 20 рублей. Перец, помидоры, баклажаны – от 40 рублей. А вот тюльпаны – 25 рублей за штуку. Для каждого человека, кто здесь торгует, это не просто заработок, а дело, в которое они вкладывают душу. Землю очень любим, мы деревенские люди, вообще-то так сказать. В течение 10 лет, как ушла я на пенсию, и занимаемся этим делом, выращиваем. Вот с февраля месяца выращиваем рассаду, начинаем с перца. Вот перец уже цветет, вот, видите, перец уже цветет. И помидоры тоже. Ну, в общем-то, так стараемся для людей, для себя. Многие горожане отдают предпочтение домашней продукции, выращенной на родной земле. Помидоры, огурцы, баклажаны, перцы. Ну, и по мелочи морковь, лук. Погород – небольшой участок, поэтому хочется все компактное. На семью хватает. Овощи все, это понятно, все овощи сажаем, все и киплицы, и так, ну, и цветы всякие, около дома, уже в Бертинике. Хризантемы покупала, рассаду капусты брала, вот там клубнику Викторию брала. Нравится. Ну, за яблочками сюда иногда заходим, когда бываем. Большой у вас огородник? Ну, соток десять, наверное. Вот, совсем с землей, с домом совсем. Ну, хватает, картошку сажаем, блук сажаем. Все так, по мелочевке, все сажаем. Впереди у садовников и огородников длинный дачный сезон. Пожелаем, чтобы он прошел легко и удачно, и принес свои вкусные и красивые плоды. Всегда можно сделать макияж, скрыв несовершенство на коже. Но спрятать таким образом проблемную кожу на руках не получится. Не секрет, что кожа на руках очень тонкая, не имеет потовых и сальных желез, что делает ее особенно уязвимой к внешним факторам – морозному воздуху, чрезмерному теплу, ультрафиолетовому излучению, бытовой химии. Все это приводит к ускоренному старению. Именно поэтому за кожей рук необходим особый уход, который поможет сохранить ее нежной, молодой и красивой. Для этого необходимо соблюдать несколько правил. Увлажняйте кожу рук каждый день. Лучше подобрать для этого дневной и ночной крем. Один с более легкой текстурой, а второй более плотный и жирный. Два раза в неделю необходимо отшелушивать обрежавшие частички скрабом, пилингом, эксфолиантом. После процедуры наносите увлажняющие или питательные средства, а в кутикулу втирайте масло. Ограничьте использование холодной и горячей воды при мытье рук. После тщательно вытирайте их мягким полотенцем, чтобы не нарушить водно-липидный баланс. Обеспечить полноценную защиту от мороза и ультрафиолетовых лучей, которые отрицательно сказываются на нежной коже. Для этого перед выходом на улицу необходимо носить крем с СПФ-защитой. Мыло лучше всего брать с глицерином, без добавок, но с увлажняющими компонентами. Не пользуйтесь часто спиртовыми средствами и влажными салфетками, они уничтожают природный защитный слой эпидермиса. Кожа становится более подвержена инфекциям и микробам. 2-3 раза в неделю уделяйте внимание домашнему уходу. Делайте пилинги, маски и ванночки для рук. Ничто так не старит кожу рук, как темные пятна на ее поверхности. С пигментацией можно и нужно бороться. Красивый ровный оттенок кожного покрова вернут кремы и сыворотки с оббеливающими свойствами. В их составе витамин С, эфирные масла, цитрусовых экстракт, корни солодки и льна, арбутин, гликолевая или салициловая кислота. Как бы хорошо не ухаживали за кожей рук в домашних условиях, мало какой женщине удается сохранить молодость, не прибегая к профессиональному уходу. Начинать всегда стоит с малого. Разглазит кожу рук и сделает ее гладкой и проходистой процедурой мезотерапии и биоревитализации. Повысит тонус и эластичность мероприятия с использованием лазерных технологий. С пигментацией справятся химические пилинги, фотоомоложение и плазмотерапия. А эффектом лифтинга порадует элосомоложение. Уход за собой в наше время это не прихоть, а грамотное отношение к своему здоровью и залог на будущее. Только при регулярном уходе руки будут оставаться красивыми, изящными и молодыми. Несмотря на хмурое небо, такой понедельник многим пришелся по душе. Вместо работы в офисе или цеху, прогулка по парку, туда же с мамами, папами, бабушками и дедушками отправились школьники и малыши. Праздничное настроение посетителям задавали творческие коллективы города. Одна из сцен расположилась прямо у входа в Пушкинский парк. А за воротами парка жизнь и веселье буквально кипит. Запустили фонтаны, заработали аттракционы, веселые горки, орбита, емели и другие способы повысить уровень адреналина. А еще можно было почувствовать себя гонщиком. Те, кому хотелось размеренности, находили ее у летней эстрады. Здесь гостей приветствовал оркестр. Очень здорово, весело на каждой площадке свои мероприятия. Парк подготовился. Нам все нравится. Праздничный день. Играет музыка, оркестр городской очень замечательный. Погода немножко подводит, а так все хорошо. А некоторым погода наоборот подарила возможность сменить обстановку. Супруги Евгений и Вера Решетник, например, были настроены открывать сезон садовых работ. Ведь ежегодно первые майские выходные они привыкли проводить именно так. Пашем на даче в деревне. Но сегодня погода нелетная, вот пришлось прийти сюда. Но не жалеем. Оркестр понравился. Живая музыка. Да, живая музыка. На входе хорошо девчата поют. На входе очень хорошо девчата поют. Очень понравилось. Фонтанчики. Красиво. Фонтаны красивые. Чуть дальше от сцены разместилась выставка картины от учащихся художественных школ. В каждой работе любовь к родине и счастливые моменты. Ничуть не хуже рисует и сама природа. Ярких красок пейзажам добавил яблоневый цвет. 1 мая в парке особенная атмосфера. Уже чувствуется приближение беззаботного лета. Мы сходили на выставку с художественных школ. Мне очень понравились работы. Классно очень ребята рисуют. Молодцы. Вот еще на площади играет музыка. Много людей. Классно. Все понравилось. Успелось ходить на орбиту. На цепочные качели. Еще на веселые горки. И все. Хотелось бы поздравить. Это же наш праздник. Это еще с детства. Так что всех с праздником. Всем хорошего настроения и здоровья. Самое главное. На спуске к парку тем временем заработали фонтаны. Их сезон, а еще время долгих прогулок, ярких красок и тепла объявляется открытым. В Прилитарском парке тоже встречали гостей. К их приходу были готовы аттракционы и большая культурная программа. С детьми развлекаемся. Детей катаем на каруселях. Первый раз парк открыли. Кто-то первый раз вообще в парке у нас отдыхает. Приехали только с дачи. Кое-что посадили. И сразу же в парк. Думаем открытие. Надо посмотреть, что здесь новое. Настроение, да, действительно замечательное. Желаем всем счастья, здоровья, удачи во всем. Праздничная программа продолжалась до самого вечера. Выступления артистов были организованы в разных частях города. Сегодня мы поговорим, как продать автомобиль, полученный по наследству. В случае смерти гражданина, право собственности на принадлежавшее ему имущество переходит по наследству другим лицам в соответствии с завещанием или законом. Для оформления наследственных прав наследнику необходимо получить свидетельство о праве наследства, которое удостоверяет его право на наследство, в том числе автомобиль. Государственный учет транспортного средства прекращается, в частности, при наличии сведений о смерти его владельца. По общему правилу, после получения свидетельства о праве наследства, владелец автомобиля, он же наследник, обязан обратиться с заявлением в регистрационное подразделение, оно же ГИБДД, для внесения изменений в регистрационные данные транспортного средства в связи со сменой владельца в течение 10 дней со дня приобретения прав владельца автомобиля. Вместе с тем, не внесение изменений в регистрационные данные транспортного средства не является препятствием для продажи автомобиля, полученного по наследству. Наследник может продать автомобиль на основании выданного нотариусом свидетельства о праве наследства. По договору купли-продажи продавец, наследник, обязуется передать автомобиль покупателю, а покупатель обязуется его принять и уплатить определенную денежную сумму. Договор считается заключенным, если между его сторонами достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Таким условиям относятся условия о предмете договора, сведения об автомобиле, идентификационном номере, ВИН, марка, модель, год выпуска и другие. И все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон, должно быть достигнуто соглашение. Кроме того, в договоре следует указать данные свидетельства о праве наследства, стоимость и порядок оплаты, отсутствие обременений. Новый владелец автомобиля должен обратиться в регистрационное подразделение или МФЦ, если такая возможность в нем реализована, с заявлением об изменении регистрационных данных и необходимыми документами в течение 10 дней со дня его приобретения. Если на транспортное средство оформлен электронный ПТС, представлять его в регистрационное подразделение не требуется. Если электронный ПТС на автомобиль оформлен не был, то бумажный ПТС потребуется внести соответствующие записи. Кроме того, при отсутствии в ПТС записи о собственнике, о нем уже наследнике, наименовании и реквизитах документа, подтверждающие его право собственности, при проведении регистрационных действий ГИБДД заполняет эти строки на основании представленных владельцем транспортного средства при совершении регистрационных действий документов, подтверждающих право собственности. В связи с этим, если после оформления наследственных прав изменения в регистрационные данные наследникам не вносились, то при совершении регистрационных действий новому владельцу потребуется представить свидетельство о праве на наследство, оригинал или нотариально заверенную копию. Если необходимо, то при условии отсутствия подтверждения регистрации за новым владельцем, при стечении 10 дней прежний собственник, он же наследник, может обратиться с заявлениями и документами, подтверждающими продажу, для прекращения государственного учета проданного автомобиля.